Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марко Беантония на Карло Липнехта 71, телефон 295-777. В Кирове 12 часов и 5 минут в эфире программа Дневной разворот. Это прямой эфир на 101.0. Вас приветствуют Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Ну и к тому же можно онлайн-трансляцию нашей передачи слушать. Ссылку на эту онлайн-трансляцию можно найти в телеграм-канале нашей радиостанции, радиостанции Кировград. 1 августа сегодня, вторник, интернет уже полнится всевозможными шуточками и мемами. В смысле август, как уже? Две трети лета позади. Как у тебя лето проходит? Отпуск небольшой был у тебя и у меня, да? Отпуск, да, небольшой был. Немножко удалось вырваться. Что это лето будет длиннее по ощущениям, да? Потому что очень рано сошел снег, как ты помнишь, в конце марта уже ничего не было. И казалось, что ну вот, наконец-то вот будет какое-то протяженное время года. Но нет. Вот я моргнула, и август, что происходит? Ах, годы, годы, годы с годами. Ощущение течения времени, оно только обостряется. Да, время идет быстрее. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. В плане погоды нам август обещают довольно теплым, надо сказать. Ну, согласно долгосрочных прогнозов, до 20-х чисел стабильно, плюс 20-25 нам прогнозируют. Опять грозы? В ближайшее время дожди и грозы. Без них пока мы никуда. Вот это накладывает тоже свой отпечаток на отпуск, потому что были у нас некоторые планы, чтобы выбраться в районной области, к некоторым заброшенным зданиям, скажем так. Поддержать внутренний туризм. Ну, вот если ты смотришь описание проезда к этим объектам, там везде написано, нужно выждать недельку сухой погоды, чтобы можно было, чтобы хотя бы что-то там могло проехать. Много очень грунтовых дорог, да? Да. И, ну, вот недели сухой погоды, мне кажется, не бывало еще в этом сезоне. Ждем. По крайней мере, синоптики нам обещают очень скоро, через несколько дней. В частности, выходные ближайшие у нас солнечными должны быть. Хорошо, проанонсируем те темы, которые сегодня будем поднимать в нашем эфире. Начинаем, как обычно, со второго часа, с 13 до 14. Там у нас будут две темы. Будем говорить о фестивале «На семи холмах», который стартует в ближайшее воскресенье 6 августа. Но сразу же подчеркну, что много мероприятий в рамках фестиваля планируется провести, и у каждого из них есть свое возрастное ограничение уже непосредственно во втором часе. Будем эти данные указывать. Нашим гостем станет Ярослав Андронов, директор Вятской филармонии имени Петра Ильича Чайковского. Мы уже говорили о том, какие мероприятия будут проходить на площадке Кировского драмтеатра. Там, на самом деле, несколько площадок будет. В том числе и артисты собираются выезжать в Слободской и Кирово-Чепецко. Но вот мы сосредоточимся на Вятской филармонии. Также во втором части будем говорить с руководителем Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Ну, это МФЦ или «Центр моей документы». Проще говоря, Николай Нагаев будет подводить промежуточные итоги работы МФЦ за последние 10 лет. Уже 10 лет существуют в нашем регионе «Центр моей документы». Ну и, соответственно, будем говорить о планах, о расширении предоставляемых услуг. Ну и первый час. Да, ближе к концу первого часа поговорим с экспертом по финансам Константином Кропаневым. Расскажет он нам, в каком состоянии сейчас находится рубль. Можно ли что-то с ним сделать? На самом деле мы все знаем, в каком сейчас состоянии находится рубль. Доллар за 90, евро за сотню. Сотня там уже с небольшим. В общем, чем это нам грозит? Или не грозит уже. Или не грозит. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что импортные товары, они же продолжают поступать в нашу страну. На них, в первую очередь, сказывается колебание курса рубля стоимости. Ну, тебя, как автомобилиста, и меня, как автомобилиста, наверное, в том числе интересует вопрос стоимости запчастей комплектующих. Ну, конечно, да. Вот это одна из основных сфер, одна из основных групп товаров, на которой сказываются все эти колебания курсов валют. Ну, а прямо сейчас, через минутку, через пару, мы будем подключать к нашей беседе Олега Прохоренко, пресс-секретаря кировского филиала компании «Т-Плюс». Будем говорить о тех земляных работах, о реконструкции, ремонте теплотрасс, которые проводятся в настоящее время в областном центре. Тут с критикой выступил, да, на днях глава Кировской администрации Вячеслав Симаков. В воскресенье он проехался по основным объектам, где ведется ремонт, где большие территории раскопаны. И конкретный упрек у него заключается в том, почему никто не работает. Погода хорошая, осадков нет, а ни одного человека, сити-менеджер, не обнаружил. Я проезжала имение, крупные объекты, и там тоже никого не было. Давайте зададим это вопрос. Олег Прохоренко с нами на связи, пресс-секретарь кировского филиала «Т-Плюс». Олег, добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, Олег. Да, мы, как обычно, в прямом эфире. Ну, Олег, так получилось, мы уже начали с вопроса, который тут в выходной день, в воскресенье поднял сити-менеджер Вячеслав Николаевич Симаков. Проехался по основным местам он земляных работ и написал, что не увидел ни одного рабочего. Вы как-то уже в курсе этой ситуации, что-то успели предпринять? Ну, смотрите, коллеги, на самом деле вот эти более чем странные истории. Почему? Потому что, ну, реально сам вижу, как работает. Хоть и в отпуске пока нахожусь. И сегодня тоже проезжал по объектам там. Раньше восьми часов они уже встают и работают и по Преображенской, и по Воровского, не говоря о других объектах. По Воровского, причем я разговаривал с подрядчиком. Там в воскресенье был технологический перерыв и дали людям возможность отдохнуть, потому что в субботу заливали монолитный железобетон. И пока он затвердевает, ну, физически нельзя работать. Это как пол покрасишь, пол покрасишь дома и никакие работы больше пока делать нельзя. Вот, к тому же, все-таки один выходной в неделю у людей должен быть. Они не могут как бы в две смены работать со всеми выходных. Олег, вот эти... Ну, это даже не главное. Очень важно следующее понимать, что взаимоотношения наши с подрядчиками выстраиваются на основе конкурсных моментов. То есть мы на конкурсы выставляем, у нас нет такого, что мы сами определяем подрядчика, захотели с тем, заключили договор, захотели с другим. Мы по закону обязаны делать это в результате конкурсных процедур. Это понятно всем. Да, как госорганы, так же и естественные монополисты обязаны заключать по открытому конкурсу. То есть какой подрядчик заявится, тот и победил. Второе, у подрядчика есть конкретный срок, которому он должен выполнить работы за те деньги, на которые он наторговал. И мы контролируем качество. Мы контролируем то, чтобы он уложился в этот срок. Далее подрядчик обращается. Если есть ограничение движения, перекрытие дорог и так далее, сужение дорог на Воровского, на Преображенской, на Розе Люксембург, сейчас на улице Карла Маркса в районе Комсомольска, подрядчик обращается к администрации и проговаривает сроки, на которые он перекрывает движение. То есть это уже момент согласования взаимодействия подрядчика и администрации города. Конечно, администрация города может сказать, ребята, идите лесом, нам негатив не нужен, мы не хотим перекрывать или ограничивать движение. Но здесь возникает второй момент. Те участки, которые идут под реконструкцию, это не прихоть, это участки, которые не прошли экспертизу промышленной безопасности, и мы обязаны их реконструировать. Если город берет на себя ответственность, что давайте не будем людей излить и менять эти участки, а есть риск возникновения режима ЧАЭС, это совершенно другая история. То есть недовольство граждан тем, что есть ограничения или разморозка системы зимой совершенно разный вес имеет. Поэтому здесь всегда очень такое... Это из разряда, конечно, надо потерпеть, но надо понимать, что риски зимой очень велики, особенно в условиях, когда у нас действительно бывает 30-градусная морозка. И отказаться от того, чтобы менять трубы, которые у нас, да, централизованная система, да, проходят под дорогами, да, вызывают массу неудобств летом. А вот, допустим, улица Преображенская, она стояла в планах на 25-й год. Вы говорите, что... На 24-й год. Вот, но перенесли на 23-й и специально увеличили себе еще объем работ, потому что 24-й год у нас год юбилейный. И в юбилейный год копать здесь, в центре города, это, конечно, неуместно. Поэтому максимально те работы, которые возможно сделать в этом году, они будут сделаны в этом году для того, чтобы в следующем году у нас центр города все-таки прилично выглядел. Да, я слышал. Я понимаю, конечно, есть показатели, как китайцы строят дом за несколько дней, да, и мы видели эти кадры. Но вы видели в Кирове, чтобы дом строился там за месяц, за два месяца, за пять? А это фактически новое строительство. То есть мало того, что нужно демонтировать, собрать камеры, сделать компенсаторы, залить неподвижные опоры, залить монолитный лоток. То есть это такое же строительство, только под землей. Не надо путать ремонтные работы, где раскопали, заплатку поставили, закопали со строительством. А строительство требует времени. И вот это вот больше, меньше это определяет экспертиза. Это нельзя определить на глазок потребителю, обычному человеку. Сколько нужно времени для затвердевания бетона? Сколько нужно времени для сварки того или иного узла, для того, чтобы это было надежно? Для того, чтобы потом 30 лет не касаться этого? Поэтому здесь я не технарь и не берусь оценивать. Есть специальные органы и люди, которые проводят экспертизу и говорят, вот на эту работу нужно столько времени, на эту столько времени. Вот все остальное от лукавого и оценочные осуждения. Я говорю, ну понятно, что есть какие-то там действительно обывательские осуждения, что что-то плохо работают, что-то слабо делают, что-то там нам не нравится. Но еще раз говорю, что мы требуем с подрядчика А – качество, Б – сроков, которые он по договору нам должен исполнить работы. Ходить и смотреть, есть у него на объекте люди или нет. В проектной работе так не работает. Он может сделать все за 10 дней, а потом отдыхать. Либо он может распределить эту нагрузку на большее количество, но то, что касается ограничения движения, это взаимодействие подрядной организации и администрации города. Вот на какой срок они договорились, подрядчик должен исполнить то, что он взял на себя обязательства в эти сроки. Если город скажет… То есть если они договорятся на меньшие сроки – окей. Ну вот смотри, когда подрядчик запрашивает какой-то срок, администрация, как я предполагаю, держит в уме, что весь этот срок, например, 10 дней, подрядчик будет работать, а не 5 дней не работать, а потом быстренько за 5 дней сделать работу. Как бы претензия-то ведь и в этом заключается. В том, что если какую-то работу можно сделать за 5 дней, то зачем вы ордер просите на 10 дней? Потому что от этого же страдают не только люди, водители, то есть это же и работа спецслужб, в том числе скорых, которые должны выбирать другие маршруты, чтобы проехать. Поэтому я думаю, что эти жалобы, они вполне как бы обоснованы, то есть с одной этой стороны. Ну, окей, принимается, наверное, да, но еще раз говорю, что это характер взаимоотношений имеет и там не обывательский, и там есть действительно какие-то технологические вещи, которые нужно учитывать при этом. Вот. А самое главное, действительно, нынче год для нас очень необычный, сложный, трудный. То есть он трудный не только для всей страны, да, но и для нас, потому что объем работы взят очень большой. 53 километра теплосетей город никогда не увидел таких перекладок. И, соответственно, это, конечно, неудобство. Неудобство для жителей, большая нагрузка для нашего блока по техперевооружению, большая нагрузка на подрядчиков. У нас их превросло на пару подрядчиков иногородних, и пока они работают хорошо и показывают себя хорошо. Это открытые торги, да, то есть если заявились. Да, конечно. Если они, как наши там не очень хороший опыт двухлетней давности, себя не зарекомендовали с полу какой точки зрения, мы не можем им отказать и смотрим, как они работают. Покажут себя хорошо, на будущий год могут заявляться снова, и могут снова выигрывать торги. И 43 объекта, 53 километра, это огромный объем работы. И это в любом случае будет вызывать недовольство. Но как, вот представьте себе больной, который пришел к врачу, и доктор может, конечно, с язвами назначить ему лечение, там мазь натереть, он придет через месяц, ему придется ампутировать, да, либо назначить ему операцию, это больно, да, если без анестезии еще, да, вдруг. Вот. Но это необходимо. И то же самое в городе, вот эти вот трубы, которые вышли из строя, к сожалению, это больно. Их нужно операционным путем менять. Ну тут, Олег, мне кажется, тут немного другая. Да, неудобно, но, Даша, вот я езжу по городу, действительно, первые пару дней возникает пробка, потому что люди не понимают, потому что их не известили толком, потому что они там не услышали, что там есть ограничения. Сегодня я ехал, ну, спокойно, нет никаких огромных пробок. Все равно август, это самое минимально загруженное время. Нет, в пятницу выезд из города загружен, безусловно, потому что все едут на дачу. Но в целом не нужно возить детей в школу. Кто-то уехал в отпуск, и август наиболее благоприятное время для того, чтобы эти работы проводить. Воровского, Преображенское, Розу-Люксембург. Где еще в ближайшее время, Олег, ожидать таких серьезных работ? Ну, смотрите, у нас довольно много объектов. Именно по ремонтам уже сейчас, если не реконструкции брать, а по ремонтам на улице Свободы. И там уже ремонтные работы завершены. Вот что касается ремонтов, там четко. Там две недели. Ордер для того, чтобы произвести работы, могут продлить еще на две недели, если есть какой-то форс-мажор, если рядом вдруг что-то там появилось. В общем, если объективное основание для того есть, то разговор возможно продлить. Да, если есть объективное основание, то пока мы стараемся не уходить в дополнительные сроки. То есть, допустим, на Казанской 81-83, 25 июля начали. Сейчас уже участки заменили, сделали засыпку песком, щебнем и полное благоустройство. До 6 августа. Немножко дожди, конечно, здесь еще портит погоду нам, потому что щема укладывают в дождь не по технологии. Как только просыпание будет, будет уложено щема, полностью открыто движение. По свободе на... Свобода 127 до 6 августа тоже в планах. Там с 24 июля раскопка по ремонту на... А в районе пивзавода, Олег, тоже ваш объект? На Карла Маркса Блюхера там как раз-таки реконструкция. То есть, там сначала был ремонт. А там, где машина, это самое... Да-да, провалилась. Да, героически упала в яму. Вот, объезжая раскопки, не заметив одной из них. Там сейчас реконструкция. Реконструкция по улице Азина от налоговой вдоль улицы Азина с переходом... С переходом... Как она? Комсомольской улицы, да? Улицы Комсомольской. И до камеры, которая как раз располагается... Тепловая камера там располагается под улицей Карла Маркса со стороны, вот где архив, и где пересечение Карла Маркса с Комсомольской площади. Вот там перебито движение для того, чтобы эту тепловую камеру полностью перебрать. По срокам я сейчас скажу. Сегодня мне называли как раз по этому объекту. Это, видимо, место, за счет которого обеспечивается теплом у нас южная часть города, да, Ленина? Все верно, да. Это идет магистральный теплотрасс, микрорайон Зонального института. А там эти работы будут выползать? До 10 августа закрыто движение будет. Ну и Комсомольскую улицу мы проходим там по половинке. То есть половинку Комсомольской сейчас до 4 августа, вторую половинку с 5 августа уже, для того, чтобы там было возможно проехать. Я предполагал, что Карла Маркса, также и Октябрьский проспект будет перекрыт. Карла Маркса в районе драмтеатра. Но сегодня разговаривал с коллегами, которые занимаются реконструкциями. Вот сейчас там активно, если будете рядом, ведутся работы с одной и с другой стороны. Рядом с драмтеатром и напротив. Там, где раньше был Сбербанк. Раскопка ведется. Будет проведена экспертиза тоже промышленной безопасности. Посмотрят, в каком состоянии лотки. Если у них есть еще хороший ресурс, то перекрывать движение здесь даже частично мы не будем. То есть подрядчик не будет. Будут протаскиваться трубы под дорогой. Но в случае, если все-таки железобетонная конструкция, вот как на углу Преображенской и Ленина, например, там реконструкция не планировалась, но в таком удручающем состоянии провалены уже лотки. Там нагрузка очень большая, там ездят троллейбусы тяжелые. Что в любой момент могло провалиться. Поэтому сейчас там камеру перебирают. И тоже работа внеплановая, но важная и нужная для того, чтобы не случилось, не дай бог, чего-то непредвиденного. Олег, а Порозия-Люксембург, она полностью на этом участке перекрыта? Потому что она односторонняя, насколько я помню. Да, Порозия-Люксембург движение полностью перекрывается. Там от Октябрьского проспекта до Владарского. И сам Октябрьский проспект, скорее всего, перекрываться не будет. Хотя тоже нужно до Бульвара проходить трассу. Каким образом это будет делаться сейчас с администрацией, вопрос решаем. То есть есть необходимость выхода на сам Октябрьский, да? Что еще раз? Есть необходимость выйти на сам Октябрьский проспект? Видимо, да. Да-да-да, там магистрали идут по бульвару. Ага. Внизу. То есть по центру Октябрьского проспекта, там есть по серединке бульвар, и вот там идет магистраль, и от нее идут отпайки. И для того, чтобы подсоединиться и поменять трубы, тоже нужно... Вот так было в районе улицы Туда, так было в районе улицы, чтобы не собрать молодой гвардии, когда мы меняли трассу, проходили в том числе под Октябрьским проспектом. Каким образом здесь тоже экспертиза будет проводиться, там, насколько повреждены, в каком состоянии находятся лотки, но в крайнем случае это будет делаться тоже по частям. Точно так же, как Октябрьский будет с 10-го, напомню, августа по 20-е, и потом с 20-го по 30-е августа перекрываться в районе ЦУМа. Воровского-Октябрьский проспект. Да, на перекрестке Воровского-Октябрьский половинка та, которая от ЦУМа к памятнику Кирову, по частям будет перекрываться. Для домостопы пройти этот участок. Да, и по Ярдякову, как я сказал, в районе Ярдякова-22, там тоже решено делать протяжкой, чтобы не портить новый асфальт, если не будет никаких вдруг неожиданностей с точки зрения конструкции железобетонных. Олег, прошу прощения, уточню по полностью перекрытому участку на нечетной стороне Октябрьского проспекта в районе ЦУМа. То есть он насколько будет протяженным? Где-то вот прямо у самого ЦУМа просто кусок, или, я не знаю, там от Маклина и до Перекрестка? То есть как это будет? Где людям объезжать? Он не будет полностью перекрыт, Дарья, еще раз скажу. Изначально планировалось перекрытие сделать целиком, но там тоже нужно делать железобетонный, монолитный канал. Все-таки подрядчик проговорил с администрацией города, достигли договоренности, что это будет делаться по частям. То есть там, если взять вот эту половинку Октябрьского со стороны ЦУМа, то сначала с 10 по 20 будет перекрываться одна половинка половинки, с 20 по 30, вторая. То есть там движение будет, но с сужением. Отлично. Это хорошая новость для... Да, не полностью перекрывается. Сегодня утром, Олег, завозил. В целом, да, все объекты, конечно, к началу отопительного сезона должны быть выполнены в трубной части и до конца сентября выполнены полные благоустройства. Еще раз скажу, год знаковый, тяжелый, но, по крайней мере, сейчас, то, чтобы не сглазить, подрядчики все выполняют свои обязательства, работают четко. Сегодня утром, Олег, видел технику тяжелую, завозили хлебозаводской проезд, Маклина, или Маклина, как ее говорят, называть нужно. Ваши тоже? Не подскажу. Маклина хлебозаводской проезд, там бульдозеры завозились, что-то вот в прошлом году делали. Могу на карте реконструкции открыть, я не помню, чтобы у нас там был какой-то объект именно реконструкции. Возможно, там новое строительство же идет, нет? Или... Сейчас, секундочку, я посмотрю по карте. На карте реконструкции все реконструкции обозначены. Да, давайте напомним, что да, существует карта. Да, вход есть через группу ВКонтакте, кировского филиала Т-Плюс, вход есть через наш сайт официальный, ну, через вход вот Ампиров. Вот, честно говоря, Маклина и... Хлебозаводской? Там у нас реконструкции, по крайней мере, нет в этом году. Поэтому вполне возможно, что какое-то строительство... Нынче еще начались, наконец-то, работы по реконструкциям водопровода. Вот, МОК Водоканал ведет. Может быть, по их части, да? Это тоже отдельная тема, и это очень хорошо. Это очень хорошо для города, потому что надежное водоснабжение подчас даже более важно, как вы знаете, да? То есть без горячей воды еще какое-то время можно, без холодной не прожить совсем. Спасибо большое, Олег. Тогда уже, ладно, не ищи. Да, начинается у нас реклама. Потихоньку Олег Пархаренко, пресс-секретарь Кировского филиала Т-Плюс, мужественно отбивал наши вопросы все. Благодарим, Олег, да, за эту информацию. Я думаю, что еще в ближайшее время будет возможность и повод у нас поговорить о реконструкции. Сейчас небольшая реклама, и у нас уже другая тема. Продолжаем дневной разворот. 12 часов 32 минуты. Сейчас мы в перерыве с Дарей, да, задумались о том, что как-то вот так звезды сходятся. Ты подходишь к месту раскопок или подъезжаешь, и никого нет. А потом тебя заставляют верить в то, что вчера были, просто у нас сегодня выходной, людям нужно отдыхать. Но это так, уже в плане шутки скорее. Ну, с другой стороны, мы увидим, что работают, да. Ты как автомобилист, наверное, у тебя больше претензий к этим раскопкам. Я предпочитаю пешком передвигаться по областному центру. Слушай, я на самом деле очень терпимо, да, и лояльно отношусь ко всем этим раскопкам, потому что я понимаю их причины, да. Ну, то есть ограничения движения меня не смущают. Ну, то есть я либо постояла, я рассчитываю, закладываю это время, то есть если я не понимаю, что мне не проехать ни по какому другому участку, либо выбираю место для объезда. Но когда я еду на выходных, ну, правда, правда не вижу ни одного рабочего, ни на одном объекте, у меня, как и у тех людей, которые жалуются Вячеславу Николаевичу, возникают вопросы. Ну, потому что, правда, если эту работу можно сделать за короткий промежуток времени... Ну, скажем так, за более короткий, да. За более короткий, да. То есть я понимаю, что есть все эти технологии, там, вот, все это... Ну, вот ты идешь, ты едешь, заглядываешь, нет там бетона залитого. Ну, нет, которого, высыхания которого ждут. Поэтому... Ну, как сказал Олег Прохоренко, август и сентябрь мы будем еще жить в этом режиме, да, в режиме активных раскопок в городской черте. Я напомню... Ну, это хорошо, конечно, хорошо, что все это реконструируется, это прекрасно и замечательно, и сложно это вообще переоценить, на самом деле, всю эту работу. Сейчас у нас будет другая тема. Курс рубля, что делать, чем это грозит. Ну, а напомню, что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марка Би Антони на Карла Липникта 71. Это пошив мужских, женских корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжества и выступлений, сорочки, плащи и пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключи для самых взыскательных персон, услуги химчистки премиального уровня. Марка Би Антони, эстетика в каждой детали. Карла Липникта 71, рядом с театральной площадью. Позвонить можно по номеру телефона 295-777. Смотрю на экран ноутбука, вижу перед собой актуальные курсы валют. Доллар почти 92 рубля, евро чуть более 100 рублей. Такая ситуация у нас была весной 2022 года. Ну, примерно такая же. Там повыше все-таки были курсы ведущих зарубежных валют. В режиме такого повышенного курса мы живем сколько уже? Пару месяцев? Весной этого года у нас началось очередное повышение. Если честно, я перестала следить за курсами валют, когда они очень сильно начали отличаться от того, что показывает Центробанк, от того, что показывают обменники в банках, и от того, что висит, например, в Duty Free. Ну, то есть это были как три разные реальности. И ты такой... Ну, ладно. Будем общаться с экспертом по финансам, Константином Кропонимом. Константин, добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Ну, не знаю, стоит ли переживать. Вы сейчас поясните нам. Постараться нужно простым языком рассказать. Мы смотрим на курсы валют. Вызывает это у нас некоторые опасения. Ну, самое очевидное, что приходит на ум, это удорожание товаров, которые поступают к нам из-за рубежа, да? Неминуемо к этому ведет, в первую очередь. Ну, да, действительно, для большинства граждан России рост курса доллара – это такая довольно неприятная вещь. И многие это ассоциируют, действительно, с ростом инфляции в том числе. Ну, удорожание товаров и ростом инфляции. Это самое очевидное, да, что касается всех нас? Безусловно, безусловно, потому что это некий такой индикатор, который мы, так скажем, любим отслеживать, и многие следят за курсом доллара ежедневно. Тем более, если вспомнить, что совсем не так давно курс доллара был чуть выше 50 рублей, а сейчас он приближается к 100 рублям, то для многих это, ну, таким является определенным шоком. А на каких группах товаров это, в первую очередь, может отразиться? Ну, практически на всем импорте. То есть так. Если говорить про общую инфляцию, то рост курса доллара, он, конечно, связан с ростом инфляции, но непрямая корреляция идет. Безусловно говоря, если доллар растет процентов на 10 по отношению к рублю, то к инфляции это добавляет, ну, примерно в среднем, там, ну, 2-3 процента. Если же мы говорим про какие-то импортные товары, ну, безусловно, то есть это какая-то электроника, в первую очередь, не знаю, возможно, какая-то одежда, потому что если мы даже покупаем электронику в Китае за юаней, то курс юаня, он довольно жестко привязан к курсу доллара, и, соответственно, если растет доллар, то растет и курс юаня. Ну, то есть каким группам людей сейчас, да, стоит немножко так встревожиться? Это те, которые планируют покупки той же электроники, да, бытовой техники, телевизоры, стиральные машины и так далее и тому подобное. Автомобили, опять-таки, да, у нас... Ну, да, но там надо понимать, что, конечно, большое количество электроники и бытовой техники, оно все же локализовано в России, но там все равно есть доля каких-то импортных составляющих. Ну, импортные компоненты, да, присутствуют. Ну, импортные компоненты, да. А, Константин, вот правило «всегда покупай валюту» при таких ценах, оно сохраняется? Это что за правило такое? Да, я думаю, что этого правила надо придерживаться всегда. То есть, когда вы меня спрашивали, там, и год, и два, и три назад, я всегда говорил, что если у вас есть какие-то долгосрочные накопления, то, конечно, разумно часть каких-то долгосрочных накоплений держать в активах альтернативных российскому рублю. То есть, это могут быть какие-то и валюты там. Если раньше это обычно был доллар либо евро, то сейчас, наверное, это, возможно, китайский юань. Ну, в принципе, тоже золото, тоже, так скажем, некая альтернатива российскому рублю. А если говорить о долларе и юане, да, то есть вот сейчас в каких пропорциях, ну, скажем так, вы бы рекомендовали их держать? То есть тем людям, кто все же вкладывает какую-то часть своих средств в валюту? Вы имеете в виду, вот, ну, тут видите, как бы у каждого есть свое какое-то решение. Тут каких-то рекомендаций быть не может, потому что одно дело, если у вас, условно говоря, накопление составляет 100 тысяч рублей, там, это одна пропорция. А если у вас, допустим, 100 миллионов рублей, то это будет другая пропорция. Тем более надо понимать, что если вы, ну, обычный российский потребитель, там, за границу не ездите, там, ну, как бы сказать, не купите на какие-то импортные, как бы, товары, то тут тоже, наверное, возможно, не такая большая доля в ваших накоплениях должна быть доллара. И опять же, что выбрать доллар либо евро, тут тоже есть определенные нюансы. Это, опять же, все, ну, как бы, для кого что удобнее. Потому что, ну, к примеру, если доллар или евро мы можем купить в банках, ну, так скажем, по курсу чуть выше, там, биржевого курса, то юань, конечно, есть в банках, время-тремни присутствует. Но, так скажем, те же спреды, то есть, соотношение текущего курса юаня к биржевому курсу там будет, ну, выше, то есть, это будет не совсем, наверное, выгодно покупать. В то же время, если вы будете покупать какие-то, делать инвестиции, допустим, на биржевом счете, то на биржевом счете, наверное, разумнее покупать юань, потому что нет никаких ограничений по его, как бы, хранению и опрощению. В то же время, если вы купите, там, доллары, там, на биржевом счете, то будут, возможно, ну, то есть, возможно, какие-то дополнительные ограничения на его обращение, что, ну, то есть, тоже евро, наверное, ненужная история. А можно ли... А с покупкой-то валюты у нас сейчас какая ситуация? Насколько она доступна? Банки торгуют. То есть, вы можете прийти в банк и купить что доллары, что евро. То есть, ну, то есть, это есть, в принципе, практически в неограниченном количестве. Естественно, что когда на рынке, там, наблюдается повышенная волатильность, то есть, когда доллар, допустим, резко растет, то, во-первых, спрос, конечно, на валюту в банках увеличивается. И опять же, спреды, то есть, курс, банковский курс будет выше биржевого курса. А дают вот сейчас ряд тоже финансистов прогнозы на август по поводу того, что доллар, возможно, еще немного подрастет и основывается, скажем так, на предыдущих 25 годах с 98 года, да, то есть с августовского дохода. То есть, теория неких волн, да? Не волн, то есть, они там подсчитали, что за 25 лет, 18 лет из этих 25, из этих 25 доллар укреплялся именно в августе. А-а-а. Вот, то есть, тут вот, как Константин считает, оправдаются эти прогнозы, что вот эти цифры, которые мы видим, они еще не конечные. Ну, тут, наверное, слишком такие длинные циклы, я, наверное, поспорил. Тем более, тут надо понимать, что имеется в виду под укреплением доллара. То есть, укрепление доллара именно к рублю, то есть, либо это укрепление доллара по отношению к другим валютам. И вот последние несколько месяцев доллар торговался в таком коридоре 75-85 рублей за доллар. Сейчас он из этого коридора вышел, там, торгуются, вот на сегодня чуть ниже, там, 92 рублей. Я думаю, что сейчас вот он как раз будет пытаться нащупать новый коридор, там, условно говоря, 85-95. Ну, а теоретически, да, при определенных условиях мы можем увидеть, там, 100 рублей в течение этого года. Это вполне вероятно, такой курс мы можем, как бы, увидеть. Надо понимать, что у Центрального банка там не так много каких-то инструментов, которые, с помощью которых он может влиять на текущий курс рубля по отношению к доллару. То есть, в основном, это такие инструменты, это административные, то есть, это какие-то запреты. Ну, и пока ЦБ там не планирует или не хочет эти инструменты применять. А текущий курс, он формируется именно за счет спроса и предложения, ну, чисто рыночная, там, формирования, то есть, условно говоря, продавцов доллара сейчас на биржевой площадке меньше, покупателей больше, что привело к тому, что вот доллар поднялся, ну, до такой цифры. Ну, то есть, спрос увеличился, востребованность увеличилась с американской валютой, и, соответственно, это тоже сказывается. Ну, тут, может, не так значительно увеличился спрос, хотя он тоже, скорее всего, увеличился, потому что многие нерезиденты все же продают бизнес, который находится у них в России, и выводят активы за рубеж. Вот, скорее, да, действительно произошло некое увеличение спроса, но в то же время произошло уменьшение предложения. То есть, ну, к сожалению, валютные выручки там в Россию поступают меньше, чем, там, условно говоря, год назад, и поэтому мы видим такие текущие курсы. А вот из этого коридора, да, в котором доллар, ну, достаточно продолжительное время держался и вышел, то есть, это был некий управляемый процесс со стороны Центробанка, или никак не влиял регулятор на него? Скорее нет. Скорее нет. Скорее нет. Ну, то есть, некий разночный механизм, то есть. Некое свободное плавание все-таки, да? Да, но тут, понимаете, только невозможно, потому что мы не обладаем всей, так скажем, доступной, как бы, информацией, но, по крайней мере, то, что печатается прессия, то, что я слышу от коллег, то есть, это все же, так, некий рыночный скачок произошел за последние, там, условно говоря, там, ну, условно, за последний месяц. И мы даже видим, что поднятие ставки, ключевой ставки на 1% на прошлой неделе, оно не привело к укреплению рубля, хотя, в теории, это поднятие ставки должно было бы, ну, так скажем, немножко укрепить рубль по отношению к доллару. До 8,5%, да, у нас поднято? Да, ключевую ставку приняли, там, на 1%. Спасибо большое, Константин Кропанев, эксперт по финансам. В общем, делаю простой вывод, да, если живем от зарплаты до зарплаты, то переживать нечего, да, вот если есть серьезные накопления, то тут уже стоит задуматься о том, чтобы... Да, я думаю, у тех, у кого есть серьезные накопления, уже задумались и предприняли какие-то шаги к тому, чтобы эти накопления не потерять, завершаем первую часть. Да, первая часть завершается, развороты, вернемся через 25 минут с новой темой. Костюм – это не просто часть гардероба. Это важная составляющая успеха. Он подчеркивает статус, рассказывает о вкусе, создает правильное впечатление. Поэтому вам не нужен просто костюм. Вам нужен костюм от Марка Би Антони и кальянский костюм индивидуального пошива премиум-класса. Приезжайте на Карла Литних Т-71. Звоните 295-777. Марку Би Антони. История вашего успеха.